Сегодня я поделюсь рецептом с вами вот таким вот ароматным вкусным семейным блюдом. Здравствуйте! Сегодня я буду готовить ребрышки в пряно-ароматической смеси. Для этого у меня пресанные ребрышки уже на кусочки. Они у меня такие жирноватенькие. И сюда я начинаю добавлять все мои приправы. Приправы у меня много, поэтому начнем. Куркума. Все буду посыпать очень щедро, так чтобы они действительно были в пряной смеси ароматической. Это у меня для шпилька. Дальше мы идем тимьянчика. Это я буду готовить с овощами в духовке. Для начала я все здесь кориандра засыплю. Видите, как я тут щедро, очень щедро сыплю, что у меня здесь розмаринчик. Так, добавляем. Добавляю сюда соус табаско. Ну, с ним надо очень аккуратно, потому что он очень острый. Кто не любит острого, поэтому надо очень-очень следить за ним, за количеством. Добавляю сюда кетчупа шашлычного. Готовлю я без майонеза. Стараюсь как можно меньше майонеза использовать. Так, вот мы выдавили наш кетчуп. Добавляю сюда буквально чайную ложку очички. Так. Здесь у меня еще есть мускатный орех. Добавляем, конечно, мускатный орех и имбирь. Это приправы очень такие сильно дают свой вкус, поэтому с ними надо буквально по капельке. Достаточно. Ну и, конечно же, поперчим. Добавляем сюда чуть-чуть соли, так как во всех приправах и кетчупе и горчице есть соль, поэтому будем осторожничать. Так. Я думаю, достаточно пару щепоток. Ну и все. Теперь это все тщательно перемешиваем и оставляем на часок, пока подготовим наши овощи. И отставляем и занимаемся овощами. Требочки у нас помариновались. Выкладываю на противень свой, любимую сковородочку, жирком вниз. Так, чтобы жирочек протопился там. Так, мы выкладываем это все аккуратненько. Уже обосновались. Теперь картофель высыпаем в эту же мисочку, присаливаем, перчим. Добавляем приправки универсальные. Вот так вот. Перемешиваем. То есть у нас одна мисочка сейчас будет для всего служить. Так. Выкладываем картофель на наши рыбрыжки. И делаем нашим ребрышкам шубку тепленькую. Картофель у нас есть. Сюда же отправляем. Заранее подготовленный лук полукольцами и крупный морковь. Это для того, чтобы если кому-то морковь не нравится, можно ее не брать. Так как здесь уже есть соличка, я не буду это присаливать. Высыпаем сюда наш лучок с морковкой. Теперь берем досточку нашу и нарезаем крупную капусту. Это тоже. Если кому-то будет не нужна, можно ее просто проигнорировать. Капусту нашу. Ну, я думаю, что с ней такого не произойдет. Убираем. Также я вот поперчу сейчас ее. Перемешиваем. И отправляем на нашу шубку. Спрятали наши глубоко, очень-очень глубоко ребрышки. Ну, и последний штрих. Наносим поверх капусточки сметанку. В хаотическом порядке. Не обязательно там придерживаться какой-то формы. И все. Вот это мы отправляем в духовку. У меня есть крышка. Я сейчас это все накрою. Ну, а у кого нет крышки, обычная фольга. Пищевая, конечно же. Так, все. Вот моя крышка. И все мы это отправляем в духовку. Стояли мои ребрышки под шубой. Полтора часа. И вот я уже вытащила из духовки. 15 минут оно у меня осталось без крышечки. И вот у меня получилось такое праздничное, красивое, ароматное блюдо. И очень вкусное. Так что пробуйте, делайте. Приятного аппетита. Я буду очень рада, если вам понравится. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...